Итоги уходящего четверга Стража счастливого детства Развод на 8 тысяч рублей Бобруйчанку обманула новая знакомая Жительница Гомельской области попросила взять ее два кредита Как не попасть в просаг? На старт, внимание, марш! Город принимает чемпионат Госкомитета судебных экспертиз по легкоатлетическому кроссу Такая уникальная возможность предоставлена Бобруйску впервые Что еще в программе? А также торговый партнер Дополнительный поезд И школьный дресс-код Минобразование планирует ввести единую форму Когда? Время сплотиться Президент встретился с губернатором Ленинградской области Торговый оборот с российским регионом только растет Рубеж в 700 миллионов долларов А эта задача, поставленная Александром Лукашенко, преодолен Более того, Беларусь по итогам прошлого года стала первым торговым партнером Ленобласти Глава государства убежден Уход с общего рынка некоторых западных компаний открывает новые возможности Тем более сфер, которые интересны сторонам, десятки Мы готовы активно включаться в работу в таких емких секторах экономики, как жилищное, промышленное, дорожное, инфраструктурное строительство Которое вы определили в качестве основных направлений, драйверов экономического рост региона Мы можем поставлять не только дорожную технику и строительную, но и брать на себя соответствующий подряд в этих областях Есть хороший пример, когда область поддержала Беларусь И выбрала наших производителей в качестве подрядчиков на выполнение работ по строительству модульных станций водоочистки и водоподготовки Мы очень заинтересованы в этих проектах Если вас наша работа устраивает, мы с большим удовольствием продолжим ее на земле Ленинградской области У Беларуси и Ленобласти давние связи. Во многом это заслуга губернатора Александра Дрозденко Нынешний визит призван активизировать торговлю и кооперацию. Программа насыщенная Делегация проведет переговоры в правительстве, примет участие в заседании комиссии по развитию двухстороннего сотрудничества и посетит ряд предприятий Среди них Бобруйска-Громаш и завод тракторных деталей и агрегатов Дорожный допуск, дополнительный поезд и безалкогольные напитки В Бобруйске проведут День трезвости Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре За май Белтехосмотр выдал почти 120 тысяч разрешений для авто В ближайшее время в полную мощь заработают камеры фото и видеофиксации, которые будут отслеживать информацию о транспортных средствах, которые не получили допуск к движению Штраф за нарушение до 96 рублей Минобразование планирует ввести единую и обязательную школьную форму Не исключено, что правила начнут действовать с 2023-го Пока ведомство прорабатывает внедрение одинаковой одежды для конкретных учреждений Сейчас в требованиях внешнего вида ученика официально деловой стиль строгих норм нет Белжиды назначила дополнительный поезд 9-10 июня по маршруту Минск-Санкт-Петербург По территории нашей страны состав будет следовать через станции Жодина, Борисов, Крупки, Толочин, Орша и Витебск Подробную информацию о стоимости проезда можно получить на официальном сайте перевозчика Белшина выпустила первую 19-дюймовую шину для кроссоверов До этого колеса подобного диаметра в Беларусь импортировали, что сказывалось на их высокой стоимости Уже к осени отечественная новинка выйдет на рынок и по качеству ничем не будет уступать иностранным аналогам В Бобруське 10 июня пройдет День трезвости Акция направлена на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма Ограничение будет действовать в течение суток, но не распространится на розничную торговлю в объектах общественного питания в Розлив Проверка чека В Беларуси появилось новое мобильное приложение Программу можно скачать как в App Store, так и в Play Market Достаточно поднести телефон к QR-коду, скопировать его и узнать Поступил ли квиток в налоговую и легально ли работает продавец Ведь уже все кассовое оборудование на рынке должно быть подключено к системе В случае подделки жалобу можно отправить прямо через приложение Не выдача чека кассового оборудования влечет административную ответственность в виде штрафа на индивидуального предпринимателя до 50 базовых величин, на юридическое лицо до 100 базовых величин Приложение направлено также на борьбу с выплатой зарплат в конвертах Когда через серые схемы получают выручку мимо кассы и при этом не платят взносы в фонд соцзащиты Отрядная линейка в Беларуси загородные оздоровительные лагеря открыли первую смену Больше тысячи учреждений приняли мальчишек и девчонок на 18 дней В распорядке от тихого часа до дискотеки Вспомнила свои 16 и Ольга Васенда Новые знакомства, выбор комнаты, кровати и даже полки Первый день для юных отдыхающих, пожалуй, более чем волнительный На смену Щаткова принимает 60 мальчишек и девчонок Прежде всего – осмотр врача Ребятам измеряют температуру, проверяют на педикулез Ну а дальше самое интересное Через какое-то время пройдут отрядные линейки На которых они будут ознакомлены с правилами поведения в лагере С основными мероприятиями Естественно, будут выбраны активы отрядов Ну и сегодня день знакомств Первых постояльцев встречает и мечта Многие приезжают в лагерь уже как к себе домой Проводят чуть ли не каждое лето Во второй раз за новыми впечатлениями отправились 9-летняя Маша и Дима измер Ребята остаются здесь на 18 дней Для родителей настало время прощаться Мама признается – за детей спокойно Мне нравится Они отдыхают, играют, занимаются Вечером у них отдых, танцы Детям это очень нравится Детей заселяют в просторные комнаты по 5 человек Здесь созданы все условия для комфортного проживания Новые матрасы и кровати Чтобы набраться сил перед насыщенной программой Большие шкафы, много полок Куда можно сложить все свои нарядные майки и шорты С организационными моментами помогают вожатые Когда все вещи разложены, пора отправляться на обед Меню для ребят разработано специально Только качественные продукты, сезонные овощи и полезные фрукты Кормят 5 раз в день На обед сегодня борщ со сметаной, жиркое по-домашнему, салат с капустой и компоты с сухофруктов Порции большие, выглядят аппетитно После обеда лазурит, дискотека и вечерние разговоры у костра Энергии у детей хоть отбавляй Компьютерные стрелялки уходят на второй план На первом погонять мяч, поиграть в волейбол или московские прятки При этом за подростками тут глаз да глаз Круглосуточно на страже счастливого детства участковый инспектор Ежедневно в отрядах с детьми проводим профилактические беседы На темы профилактика незаконного оборота наркотиков Наркопотребления, также хулиганств, экстремизма Профилактика киберпреступности, профилактика мошенничества Краж всех форм собственности А также пагубные их последствия употребления алкоголя, токсикомании на свае Названия выбраны, девизы выучены, плакаты нарисованы Время торжественной линейки и официального открытия первой смены Здесь собираются все отряды с воспитателями и руководством Кульминация – поднятие государственного флага Я здесь во второй раз, в прошлом году приехал в первый раз Время провожу, играя в футбол или в разные игры В лагере оказалось интереснее, чем я думал Я нашел уже себе много друзей Классные увлечения воспитателя, тоже очень хорошие Заселился я практически самый первый То есть в комнате я прибыл первым Потом подошел мой друг И мы там начали разговаривать Ну подружились, все хорошо Потом еще подошли друзья Владили очень хорошо, кормят вкусно Там воспитатели очень добрые Помимо загородных, в городе все лето будут функционировать другие лагеря От военно-патриотических до девятидневных палаточных Всего в Бобруйске оздоровятся порядка семи с половиной тысяч ребят Мы предлагаем еще оздоровление в дневных лагерях, которые будут организованы на базе учреждений дополнительного образования и школ Порядка трех с половиной тысяч детей смогут пройти оздоровление и там Ну и конечно же лагеря и труда и отдыха Это непосредственная занятость в труде Это более старшие дети Детские лагеря в Беларуси всегда пользуются большой популярностью Оттого и путевки родители бронируют еще задолго до сезона Ведь удачные каникулы – залог успешной учебы Но о ней сейчас можно забыть Ольга Васенда, Станислав Чичерин, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360 Со спортом дружить, здоровыми быть В городе проходит трехдневный чемпионат по легкоатлетическому кроссу Посвященный году исторической памяти Торжественное открытие состоялось на базе Бобруйск-арены Участие в состязании принимают восемь команд От центрального аппарата до управлений по областям В каждые четверо мужчин и одна девушка Такая уникальная возможность предоставлена Бобруйску впервые За три дня проведения чемпионата Два из которых непосредственно состязательные Наши гости, коллеги Имеют возможность посетить памятные, знаковые, исторические места города У каждого участника своя дистанция Девушки, а также мужчины старше сорока бегут тысячу метров Те, кому за 30 – три тысячи Сотрудники до 29 – пять километров В пятницу в программе эстафета Подведение итогов, награждение и торжественное закрытие Это все из событий к этой минуте Смотрите нас в интернете и соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok